Мастер-шоу звездного уикенда Континентальной Хоккейной Лиги. 1-0 в пользу Запада после того, как команда Запада выиграла крупная скорость. И Дарья Миронова сейчас пообщается с победителем этого конкурса, Брэндоном Козуном. Итак, коллеги, готовьтесь, переводи. Действительно, рядом со мной, видимо, самый боистый человек, это Брэндон Козун. Итак, какой секрет для твоего успеха сегодня? Добрый вечер? Добрый вечер? Я думаю, что мои коллеги помогают меня, и они помогают меня, и все время я просто фокусировал на не падать. Можете идти быстрее? Какой у вас лучший? Я не знаю, я пытаюсь идти быстрее, чем я могу. Спасибо большое, пойдемте готовы. Коллеги, передаю вам слово, переводите. Спасибо Даше и Брэндону. Вкратце о чем говорил победитель первого конкурса. О том, что он не знает, мог бы он пробежать быстрее или нет, но он очень старался, так что это близко к его лучшему результату. И о том, что, в принципе, помогли ему партнеры, помогли не упасть. Ну а у нас на очереди конкурс номер два. Конкурс номер два, и это одно из любимых мероприятий во всем мире, потому что сила броска традиционная. Сила броска и в Африке сила броска. Да, Александр Павлович? Ну да, один из решающих и важных технических элементов в современном хоккее бросок. И бросок, как бы, имеет свое значение. Опять же, это очень-очень любят зрители. Хоккеисты, на самом деле, таких конкурсов не любят. Потому что здесь есть как самый сильный бросок, так и самый слабый. Да, вот оказаться самым слабым не хочет абсолютно никто. Оскар Бартульс первым не хочет оказаться самым слабым, безусловно. Наверное, давайте представим сейчас тех, кто будет участвовать в этом соревновании. Напомню, 1-0 пока что в пользу Запада. Диафалкин, Филипп Ларса, Милан Юрчина и Кэм Баркер представляют команду Запада. Оскар Бартульс, которого мы уже видели. И в своих экранах, который только что исполнил свою вторую попытку на 147,9. А также еще Владимир Денисов, Тобиас Викланд и Джонатан Блум. Это команда Востока. Команда, которая надеется сравнять счет соревнований. Особенно, я напомню, четвертый раз в этом формате корректуются команды. И три раза до этого выигрывал Запад. И сейчас уйдет в Запад. Так что сильнейшие броски нужны. 147,9. Результат, на самом деле, очень-очень неплохой. Ну и его показала команда Востока, которая начинала первый конкурс и начинает конкурс под номером два. На очереди Филипп Ларсен, представитель Йокерита. Брэндон Козун выиграл для своей сборной первый конкурс. Сейчас снова представитель Йокерита. Будет посмотрим, будет ли он фаворитом этого конкурса в данном случае. Если искать с того, что Йокерит принес первое очко сборной Запада. Ларсен попытка номер два. 142,69. Это слабенько. Вот так пока, да, пока Восток выглядит поубедительнее. И выиграть, опять же, по представителю Йокерита. Второй конкурс для своей команды. Пока не получится. Здесь есть определенный секрет. Потому что самое короткое расстояние. То есть шайба должна быть отправлена по самому короткому расстоянию. Соответственно, в направлении измерительного прибора. Тогда результат будет максимальный. Вот сейчас Денисов выполнил бросок выше. И, соответственно, как бы максимальный результат показать тяжело. То есть, на самом деле, бросок был бы быстрее этой же силы, если бы он отправил шайбу в направлении прибора. Две попытки Владимира Денисова. Первая на 146 с чем-то, но вторая похуже на 140. Тем не менее, по-прежнему 147,9. Результат Оскарса Барт-Улица остается ориентиром для всех Милы Юрчина. Гигант хоккейный, в прямом смысле слова. Человек с выдающимися данными по своим габаритам. Способен ли он с такой же мочки убросать поворотом? Узнаем мы сейчас. 160! 160! И здесь у инспекторов, наверное, ГИБДД, мы просто могли бы и радары зашкаливать. 160 с лишним. Попытка номер два! Это занято на победу, на самом деле. Итак, 160. 160 с десятыми, да, будет лучший результат. Второй был похуже. Таким образом, Милан Юрчина снова выводит запах в фавориты. Александр Павлович, слово вам, вы у льда. Ну, опять же, я могу добавить, что бросок у Юрчины действительно просто великолепный. И побить результат в 160 будет исключительно тяжело. Скажем так, мне это никогда не удавалось в моей карьере во время участия в таких мероприятиях. Но я бы сказал, что этот бросок далек от рекорда Александра Рязанцева. Но, скорее всего, фарту оставил бы очень и очень хорошую вмятину. Вмятину. Окей. А самый лучший результат у Александра Хаванова, если это не секрет, и он помнит? 94 мили. 94 мили. А теперь в наши русские... Ну, опять же, на 1,6 умножить, я так, меньше 150. Я бы сказал, около 150. Но около 150, это вполне далеко не все сегодня выбили 150. Кэмбаркер. Кэмбаркер, который может улучшить результат Милана Юрчины. Может. Но пока что вот эти 160 от защитника Медвежчака, от защитника Загребской команды, является ориентиром... Пакер. 146. Самый результативный защитник континентальной хоккейной лиги в этом сезоне и на данный момент, и в некоторой степени он показывает, что многое зависит не только от силы броска, но и от его точности, от его времени. Милан Юрчина бросал заметно сильнее, но набранных очков в сезоне больше у Кэма Баркера. Джонатан Блум, Владивосток. И представитель адмирала от души, но как-то слабенько пока с первого раза 133,75 соток. Востоку нужны очки, Востоку нужен сильный, мощный, могучий бросок. Не, не, 132. То есть, конечно, если мимо вас пролетит шайба со скоростью 132 км в час, вы и моргнуть не успеете. Действительно. Но все равно до 160 здесь далековато. Таким образом, ситуация для Востока становится весьма и весьма затруднительной. Как говорил Алма Кинес, сила броска измеряется не только в силе, или в скорости, или в мощности, но также и в качестве сломанных лодыжек. Вилан Юрчина – человек, который доработал победу для команды Запада. Вот теперь все результаты вместе на ваших экранах. И вы видите, 160 и два результата от 150 и выше. Ну, то есть, Александр Хованов писался бы где-то на третью, четвертую позицию, как минимум, а твой вторую. Ну, это, оказывается, в лучшие свои времена. И победитель получает еще одну, возможно, 163. И еще 12, прости меня, Милан Юрчина. 163 и 12 сотен. Лучший результат пока. Да, им и останется. 163. А потому что, опять же, второй бросок, если вот то, о чем мы с тобой говорили, да, получился немножко неточным. И именно из-за этого в скорости и проиграл. Но Милан Юрчина, тем не менее, своим мощным броском, я бы действительно отметил у него великолепные данные, для того, чтобы бросать сильно. 193 килограмма, 193 рост, 114 килограммов вес. Но, собственно говоря, представляете, какая нагрузка приходится на его хлюшку. Но и в результате шайба летит с сумасшедшей скоростью. А какая нагрузка приходится на тех, кто попадает под его силовой прием? У-у-у. Итак, 2-0 в мастер-шоу. 2-0 в пользу команды Запада. 2-0 в пользу команды Запада